Здравствуйте! Тема нашего урока – коллективизация в Казахстане. Сегодня на уроке выясните, как влияла сталинская модель силовой коллективизации на развитие сельского хозяйства Казахстана. Узнаете о последствиях коллективизации в Казахстане. Исследовательский вопрос. Почему политика коллективизации привела к великому веществу? В декабре 1927 года состоялся 15-й съезд ВКПБ, который вошел в историю под названием «Съезд коллективизации». Задача была поставлена такая – в кратчайшие сроки до 1932 года перевести все сельское хозяйство Советского Союза от индивидуальных хозяйств к коллективным, большим, крупным хозяйствам – колхозам. Коллективизация проводилась насильственными методами, форсированными темпами, без учета особенностей жизни коренного населения. К осени 1931 года в большинстве районов республики коллективизация была охвачена от 70 до 100% крестьянских хозяйств. Преуспели в этом такие округа, как Петропавловский, Уральский. Даже эти статистические данные говорят о том, какими методами осуществлялась коллективизация. Никто не считался ни с укладом жизни народа, никто не считался ни с народными традициями, ни с традициями развития хозяйства, а все это делалось сверху административно-командными методами и насаждалось насильственно. По времени процесс коллективизации в Казахстане совпал с годами первой пятилетки – 1928-1932 года. Жесткие насильственные меры сопровождали этот процесс. Незаконные аресты, лишение избирательных прав, выселение. Многих даже расстреливали. Конечно, эти меры с точки зрения закона не выдерживали никакой критики. Это антинародная политика, которая вообще была присуща для тоталитарного режима. Филипп Голощокин, который с 1925 по 1933 годы возглавляет Коммунистическую партию Казахстана, избирает курс на обострение классовой борьбы под лозунгом «Советизация аулов». Голощокин считает, что в казахских аулов якобы не происходят никакие изменения, в них как бы и не было революционных каких-то событий, в них и не было реформ до него. И вот теперь только с его появлением начинается «Советизация аулов», провозглашается курс «Малого октября». Именно Голощокин проводит «Октябрь», «Идея октября» в Великой степи. Насколько это соответствовало действительности? В действительности это все приводило к массовому террору против народа Казахстана. Репрессии, никакой демократии, никакого права голоса. Все, кто был не согласен с курсом Голощокина, все подвергались незаконным преследованиям. Только в 1933 году органами ОГПУ Казахстана было арестовано свыше 21 тысячи человек. По меркам общечеловеческих ценностей ни один из них не был виновен. Конечно же, прогрессивная казахская интеллигенция. Люди, которые в свое время вывели Казахстан из тяжелейших условий, в которых он оказался в течение военного коммунизма, в течение гражданской войны, эти люди не могли смотреть спокойно на то, какие страшные испытания испытывает народ Казахстана. Выступают против политики Голощокина все хозяйственники, все общественно-политические деятели Казахстана. Рыскулов, Садвакасов, Манбаев, Сейфулин, Кожанов. Они были отозваны в центр и обвинены в национализме. Турар Рыскулов настолько отчаянно смелый человек и настолько душа в него болела за свой народ, что он писал лично Сталину. Но Сталин поддерживает не патриота своего народа, не крупного общественного деятеля и хозяйственника, а Голощокина, который продолжает свой курс, который приводит в конце концов народ к катастрофическим последствиям. Формирование и становление колхозного строя требовало времени, крупных финансовых вложений, моральной и психологической подготовки крестьянских масс. На практике вновь прибегали к командно-административному силовому методу. Началась трансформация политики всемерного развития кооперации во всех формах в курс на коллективизацию. 3 февраля 1928 года были приняты чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовок. В результате этой политики Голощокин направил в села и аулы более 4800 уполномоченных. В ходе хлебозаготовок около 31 тысячи крестьян было подвергнуто репрессиям. С 1 октября 1928 года по 1 декабря 1929 года было расстреляно 277 крестьян. Начался отказ от исходного принципа НЭПа, предоставлявшего крестьянским хозяйствам гарантированное право распоряжаться по своему усмотрению излишками сельскохозяйственной продукции. Центральный комитет коммунистической партии намечал закончить коллективизацию в Казахской АССР к весне 1932 года с учетом экстенсивности животноводства примитивной материально-технической базы, отсутствием традиции крестьянской кооперации в прошлом, кочевого-полукочевого образа жизни степняков. Особенно не давал покоя сталинским чиновникам кочевой и полукочевой образ жизни казахского христианства. Очень сложно было подчинить себе своим директивам, своим решениям кочевника. Кочевник – человек свободный, независимый, поэтому для того, чтобы создать колхоз, для того, чтобы подчинить его целиком воле тоталитарного режима, необходимо было ломать устои кочевого и полукочевого хозяйства. Основные формы колхозного строя в Казахстане. В зерновых районах – это сельскохозяйственная артель, в животноводческих районах – это товарищество по совместной обработке земли. Формально в животноводческих районах скот оставался в частной собственности, но это только формально. В колхозах ничего частного не оставалось. Известный поэт в те годы написал стихотворение, в котором описывается любовь колхозника к колхознице. И там есть такая фраза – «Проливал он слезы из колхозных глаз». Даже глаза и те колхозные по мировосприятию людей того времени, той эпохи. Фёдор Панфёров, советский писатель, приехав в один колхоз, удивился, что ни у одного колхозника нет фамилий. Фамилии были ликвидированы, как пережиток уладского прошлого. У всех колхозников была одна фамилия – пролетарская воля, сокращенно пролетволя. Перегибы колхозного строительства. Со второй половины 1929 года в республике форсированно развивается колхозное движение. Создаются первые МТС – машино-тракторные станции. Для проведения в республике коллективизации было направлено 1204-25 тысячника – посланца партии. Насаждали в степи они такой порядок, который был характерен для российской сельской местности, который не был характерен для аулов. Из Москвы, Львенграда, других крупных промышленных центров приезжают совершенно чужие люди, незнакомые не то что с казахстанскими особенностями, а вообще с особенностями сельского хозяйства. Уровень хозяйств, которые стали колхозами. 1928 год – 2%. 3 апреля 1930 года – 56,4%. К октябрю 1931 года – около 65%. Коллективизация и одновременно оседание населения разрушали вековой уклад жизни аула до основания. Уничтожался не только класс казахского общества, рушили все устои, наработанные тысячелетиями кочевой цивилизации. Недостатки политики коллективизации. Идея коллективизации сельского хозяйства с самого начала была дискредитирована жесточайшим тотальным террором. Коллективизация форсировалась без учета местных условий необходимой предварительной подготовки преимущественно административными методами. В совместной директиве КАС Крайкома ВКПБ и Совнаркома от 25 декабря 1931 года ставила задача охватить плановыми мероприятиями по оседанию в 1932 году все оставшееся кочевое и полукочевое население. Процесс оседания завершить в 1933 году. Пленум КАС Крайкома партии декабря 1929 года предписывал, чтобы оседание производилось на основе стопроцентной коллективизации всех оседающих бедняцко-середняцких хозяйств. В связи с продовольственными трудностями 1929 года решено было перейти к характеру чрезвычайной акции времен военного коммунизма. Это показывает то, что советское руководство не делает опыта из своих собственных ошибок. Все помнят, к чему привел военный коммунизм. Это полный коллапс в экономике, это обнищание в сельском хозяйстве и в конечном итоге голод 1921 года. Последствия радикальных мер, последствия свертывания НЭПа, возврата к политике военного коммунизма привели к еще более страшным последствиям. Голод начала 30-х годов по своим разрушительным масштабам еще и превышает голод 1921 года. Проверим наше знание, полученное на уроке. Выразите свое мнение по утверждениям, верно или неверно. Проверим себя. Первое. Верно. Второе. Неверно. 15-е съезд в КПБ состоялся в декабре 1927 года. Третье. Верно. Четвертое. Неверно. Коллективизация и одновременное оседание стали разрушать вековой уклад жизни аула до основания, что приводит к катастрофическим последствиям. Подведем итоги нашего урока. В самой идее создания крупных коллективных христианских хозяйств нет ничего плохого. В ее реализации не было ничего хорошего. Крупные хозяйства открывают новые возможности для ведения новых технологий, для механизации сельского хозяйства. Но все это перевешивалось сталинской системой. Уравнительность, жесткая централизация, слабая личная заинтересованность, постоянное подавление воли инициативы личности, массовые репрессии и, наконец, ломка вековых устоев казахского аула, ломка кочевой цивилизации, кочевого животноводства, которое было основой экономики казахского государства. Наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова